Приветствую вас. Удивительно, как вы в своем тексте дали понять, что даже свою проблему, которую вы описываете, вы умудряетесь принижать. То есть, вы говорите, что моя проблема заключается в том, что я себя не принимаю. Такую, какая я есть, да, я не принимаю комплиментов, но при этом обижаюсь и, соответственно, из-за этого у меня проблемы. Виктория, здесь важно понять следующее. За тем, что вы обещаетесь, за тем, что вы не принимаете комплименты людей, стоят. С одной стороны, ваше представление о себе, ваше представление о том, какая вы, то есть, есть позиция. А позиция, она какая? Что я плохая, да, другие хорошие. Эта позиция вами формировалась, вами формировалась, точнее, позиция вами, вами формировалась, и эта позиция, она... ...на чем-то основывается. Основание для этой позиции, основание для вот как раз... ...такого представления о себе, идет из детства. То есть, ваши родители, они либо были отстраненными достаточно сильно, либо они вас подавляли. Ну, то есть, вас контролировали, притесняли и так далее. Конечно, есть еще вариант такой, что они вас очень сильно любили и, как говорится, залюбили. Но, по мой взгляд, этот вариант довольно маловероятен. То есть, соответственно, родители вам внушили такую позицию. Родители вам внушили такую модель, представление о себе, что вы имеете. Почему? Почему? Откуда такие представления? Потому что родители высказывали свое мнение относительно тех ваших качеств, которые вы проявляли. То есть, те качества, которые вы проявляли по отношению к ним, по отношению к жизни, по отношению к другим людям, они, то есть, родители, выставляли как негатив. И вы, стремясь быть близкой к ним, к родителям, то есть, также считали, что этих качеств у вас быть не должно. Значит так, меня обижают, я прощу прощения. А просите прощения вы для чего? Либо из чувства вины, либо по причине страха. То есть, вы боитесь по какой-либо причине, да? Вы боитесь. Боитесь того, что, ну, например, люди вас оставят, что вы будете одна, вы будете одинокой и так далее. Почему? Потому что вам от людей что-то нужно. Что? То, чего нет у вас. Почему? Этого нет у вас. Потому что вы считаете, что то, что у вас есть, не достойно того, чтобы это было. То есть, действуя так, вы стремитесь стать ближе к родителям. Вы надеетесь понравиться родителям. Вы надеетесь, ну, как бы, заслужить их любовь, может быть. Вот так. Хотя в действительности то, что есть у вас, это правильно. Просто нужно разрешение. Разрешение того, что вы себе запрещаете. Далее. Если у меня что-то не получается, я слышу обидное слово, то сдаюсь и больше не пытаюсь. Здесь, с одной стороны, есть мотивация заслужить одобрение. И поскольку одобрение вы не получаете, то вы сдаетесь. А с другой стороны, вы проецируете очень много на себя. То есть, это отсутствие личной границы. То есть, где моя ответственность, где ответственность другого человека. Соответственно, момент здесь какой? Почему вы пытаетесь заслужить одобрение других людей? Для чего вы это делаете? И одобрение людей ли вы пытаетесь заслужить? Скорее всего, вы пытаетесь получить одобрение родителей через этих людей. И здесь возникает вопрос. А могут ли, могут ли родители ваши одобрить то, что вы делаете? Почему они не одобряют того, что вы делаете? Не одобряли того, что вы делаете. Что им мешало это сделать? С одной стороны. С другой стороны. Как и что вы делаете для себя? То есть, не для других, а для себя. То есть, насколько вы доверяете себе? И почему вы считаете, что вы не можете себе доверять? Из-за чего вы считаете, что не можете себе доверять? Что мешает вам себе доверять? Какой запрет стоит на пути к доверии себе? Вы пишите, я считаю себя виноватой практически во всем. Опять же, считаете ли вы себя виноватой? Или вас считают виноваты кто-то другой? Прислушайтесь к себе, прислушайтесь к внутреннему диалогу. Кто обвиняет вас в чем-либо? Кому принадлежит голос того, кто обвиняет вас? Это очень важный момент. Обиды сами по себе являются следствием завышенных ожиданий. Обиды являются следствием нереализованных желаний, которые вы не можете реализовать. Потому что вам это запрещено. Из-за этого вы ждете, что их реализует кто-то еще. Этого не происходит и вы обижаетесь. То есть, когда вы начнете разграничивать свою ответственность и ответственность других людей, то обид станет гораздо меньше. Недоверие – это, грубо говоря, безопасность. То есть, если вы не можете доверять человеку, то, наверное, боитесь, ждете от него, что он сделает вам что-то плохое. Вопрос. Почему человек может сделать вам что-то плохое? Как он может сделать вам что-то плохое? Почему вы считаете, что это для вас плохо и какой-то вред именно вам несет? Необходимо разделять то, чем вы делитесь с человеком и тем, чем вы с человеком не можете поделиться. Потому что он, может быть, вам может навредить. Ну, за счет этого. Дальше. Я устал так жить, пишите вы, потому что люди видят все это и пользуются мной. В какой момент, что именно подтолкнуло вас к тому, чтобы наконец-то обратиться к нам? Что стало последней каплей проблемы? В детстве, пишите вы, надо мной много издевались сверстники, откуда еще и комплексы ползут. Комплексы – это эмоционально закрепленное, ложное представление о себе. Я полагаю, что те события, которые были в детстве, требуется выявить, подвергнуть их оценке с точки зрения сегодняшнего дня, переосмыслить, разбить, грубо говоря, эти ложные представления и на месте их установить представление истины. Дальше. Я маленькая хрупкая девушка. Не являетесь ли вы здесь жертвой? То есть не занимаете ли вы такую позицию жертвой, когда пишите подобную вещь? То есть вы маленькая хрупкая девушка, спокойная, и вы можете превратить это в свою силу. Вопрос только в том, насколько вы отдаете себе отсчет в своей модели женского поведения. Дальше. И как мне всегда говорили слишком взрослая, как будто прожила жизнь. Я полагаю, что подобная взрослость связана с отстранением. То есть вы, вероятно, в детстве отстранялись от своих родителей, уходили в себя, в свои фантазии, может быть. И отсюда берет начало ваша взрослость. Другой вопрос, что вы упомянули то, что вам всегда говорили, что вы слишком взрослая. Это означает, что вы подавляли и подавляете свои желания. Это означает, что вы наступаете на них, а они копятся и периодически проявляются в виде разных взрывов. Например, обид, например, там еще каких-то неприятных происшествий и так далее. Вы говорите, что вы слишком взрослая. Значит, вы не умеете быть ребенком. Вы не умеете действовать спонтанно. Вообще, рецепт означает, что вы очень зависите от общественного мнения. Общественное мнение для вас самое главное. И вы все привыкли держать в себе. Потому что, вероятно, в детстве, опять же, вас подавляли. Теперь я думаю, что подавление вариант наиболее вероятный. Чтобы научиться любить себя, чтобы начать любить себя, нужно понять, что любить немного себя нельзя. Человек себя либо любит, либо нет. Но для того, чтобы себя полюбить, нужно увидеть, осознать те запреты, которые у вас идут. Либо от родителей, либо от других значимых фигур в вашей жизни, которые мешают это сделать. Как только вы разрешите себе то, что вам запрещают, запрещают, вы сможете себя полюбить. Это не так сложно. Также очень важно, чтобы вы понимали, для чего вам любить себя. То есть нужно, чтобы это имело цель. Чтобы вы понимали, для чего это вам. Вам нужно следует смотреть вашу ценностную структуру. Далее, чем выгодно для вас текущее положение. Потому что раз вы в нем, значит свою долю удовольствия вы получаете. Свою долю выгоды в этом вы видите. С этим, соответственно, тоже нужно будет работать. Какая выгода, в чем, почему и так далее. Может быть вы хотите испытывать чувство вины, допустим, специально. Чтобы чувствовать себя ничтожной и таким образом сбегать от ответственности за свою жизнь. То есть у вас есть мотив к тому, чтобы так себя вести. Для того, чтобы верить в себя, опять же, необходимо следующее. Для того, чтобы верить в себя, необходимо хвалить себя за то, что вы сделали. То есть просто, знаете, не банально хвалить, какая я молодец. А просто говорить, так, Виктория, у тебя получилось сделать вот то, что ты хотела. Ты сделала. Ты смогла. То есть констатация факта нужна в этом случае, в этой ситуации. И постановка адекватных целей. То есть если вы сейчас говорите, что я хочу в себя верить, то это, по большому счету, заведомо невыполнимая цель. Потому что верить в себя вот так просто вы не начнете. Это невозможно. Это нереально. Нужно действовать немножечко иначе, немножечко по-другому как. Я полагаю, что ставить себе адекватные цели достижимые, разбивать их на задачи, анализировать каждую задачу, составлять схему выполнения этой задачи и фиксировать выполнение этой задачи с обязательным положительным закреплением этого для себя. И это называется вера. Вера в себя – это знание того, что вы сможете сделать это. Ну, сможете справиться, например. Ага, любая вера базируется на чем-то безусловном. Да, то есть безусловное принятие, например, того, что вы справитесь. Но безусловной ситуации у вас нет. Поэтому вера в себя, пока есть безусловность, невозможна. Мои коллеги сказали, что вам предстоит длительная работа. Продолжительная работа. Я честно скажу, что не придерживаюсь таких взглядов и думаю, что все зависит от вас. То есть вот как вы настроены на работу, так и у вас все получится. Если настрой все серьезный, то все будет. Если менее серьезный или если вам не движут скрытые мотивы, то это затруднит действие, затруднит дело, но тем не менее все равно какие-то результаты будут. Вот. Пока я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на свои личные границы, то есть что позволительно ваш адрес, а что нет и почему. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что вы принимаете в себе, а что нет и почему. Такие вот подготовительные действия вы совершили. И после этого можно будет уже более подробно с этим разбираться. В первую очередь начало семейных отношений. То есть как и что происходило в вашей семье, как вам относились родители, как они вас воспринимали, ну и так далее и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.